Всем привет! И это второй выпуск из Харгоса, в котором вы увидите невероятно низкие цены на товары и узнаете, какие бутики на текущий момент открыты. В первом выпуске мы с вами прогулялись по всему торговому центру «Золотой порт» и частично по «Джангэ-1». Сейчас продолжим с того места, где и остановились. Но! Вначале хочу показать один бутик, чтобы у зрителей было понимание, почему в этом выпуске такие низкие цены. На модели с камшкой и без камшкой у меня самое главное, знаете, лекала хорошая. Все гуанчжузские. Сидит люди. Хорошо, да? Да, очень хорошо сидит. А вообще, а сколько сейчас начинаются у вас? Женцы самые дешевые? Если вы сейчас ходите за две тысячи, сейчас за полторы... Даже за полторы, даже за две тысячи, за полторы, да. Если сейчас. Если сейчас. А сейчас я за полторы. За полторы их? Да. Ого себе. Ну, видите? Поэтому я говорю, тебе не устраивает пустые руки. Так же, закройте глаза, взять что-нибудь и все равно подать. А пуфли вообще сейчас за сколько вот такие? Ой, не говоря я. Тоже за полтора? За полторы? Да! Я в шоке просто от этих цен. Я знаю. Знаете, я только что машину хотела заказать. Вообще это... Смотрите, бутик 2027, это второй этаж. Окей. И тут просто распродажа идет огромная. Человек собирается уехать в другой город, в семье. И здесь большое количество просто выбрать джинсы. Все уже складывают, но возможно, что еще останутся на несколько дней. И вы успеете купить себе товар. Очень, очень просто, можно сказать, дешево вообще. Вот так. Так что, обратите внимание на этот бутик. Куртки продаются. Куртки вот почем? Полторы тысячи до двух. Куртки вот эти от полторы тысячи до двух. А если утепленные? А вот такие утепленные? Утепленные нет. Утепленные, если вам надо, за три тысячи. За три тысячи утепленные. Я в шоке от той ситуации, которая здесь происходит. Многие не могут заплатить аренду, потому что у них просто нет денег. И с них сейчас требуют аренду за целый год. А сюда еще люди, не туристы, никто не заехал особо. Первые дуры только вот начинают собираться. И люди просто продают, отдают за даром, можно сказать, вещь, за 3-4 доллара, джинсы, куртки. Это просто капец. Чтобы платить как-то аренду и продержаться здесь. Или просто-напросто все распродают и уезжают домой. Потому что уже не могут столько сидеть, невыгодно. Их тоже кормили обещаниями, что откроется, откроется, вот-вот. И нифига. И вот настал этот день. И не все выживают. Вот так вот. Такая ситуация тут печальная. Но для тех, кто сюда поедет, конечно, могут закупиться по полной. По хорошим ценам. Просто нереально по хорошим ценам. У меня сейчас времени нет, чтобы что-то выбирать, покупать. В планах этого не было. Осталось несколько часов. И нужно еще сделать кадры для вас. А так реально нужно ехать сюда и закупаться. Для тех, кто пойдет в данные бутики, небольшая просьба. Когда будете покупать товар, то не торгуйтесь. Потому что так цены просто нереально низкие. Плюс, если есть возможность, то не за полторы тысячи покупайте. Допустим, за 1600, за 1800, там на 100, на 300 тенге чуть больше давайте. Чтобы у продавцов был шанс выкарабкаться из этой ситуации, в которую сейчас попали из-за огромного количества обещаний. и что откроют из Харгос. И могли они оплатить аренду и заказать товар. Потому что цены сейчас, они действительно отдают все, даром. Очередной бутик тысячи мелочей. И тут все по 100. Ну, не все по 100, конечно, а от 100 тенге и выше. Я даже заходить туда сейчас не буду, потому что... Ну, это понятно, что там много всего. Хорошо. А сколько стоит? Это фовербанк на 20. 20. Это оптома цена на 9500. 2500. Да, да. Хорошо. А самый дорогой какой? Самый дорогой это 30. 30. И он сколько стоит? Это оптома 8000. 8000. Да, да, да. Так, ручки. Это наклейки специальные, если у вас другой айфон там какой-нибудь, или вы хотите побольше, типа камер. Микрофоны. Опять же, наушники. Все, так. Наушники. О, тут много проводов разных. Зарядок. Машина зарядка. Много для машин. Это шнуры. Шнуры. Ого, тут сразу три. Нормально. Придумали. Это еще завод. Завод делены. Продаются такие мышки. Да, мышки. Блютуз. Там товара чуть-чуть мало, потому что сейчас открыт линия, да? Еще много, да? А когда придет товар еще приблизительно? Сейчас там заказ еще 8 дней или 5 дней придет. 5-8 дней. Да, да, да. Спасибо большое. Бутик 0032. Перемещаемся вверх с нулевого этажа на первый. Здесь обычно продавались разные сумки, а нового, кстати, они сразу же. Огромный выбор сумок, чемоданов, портфель иранцев. Ну, для девушек сразу скажу, это мир сумочек таких. Смотрите, прошел выпуски с сумками. Очень много то, что ранее было. Вижу, что это до сих пор есть. Тоже отдел с сумками. Еще один. Огромный отдел, множество сумок. С рюкзаками. Теперь увижу фото-видео, съемка запрещена. В данном случае в этом бутике запрещено. 10 тысяч нг. Назрян. Упустили рекламу. Так, следующее здесь у нас 1041. Здравствуйте. Это все у нас для авто, для кресел. Подскажите, пожалуйста. Здравствуйте. А от скольки начинаются? Там 15. А, там 15, да? 9 еще. Эти за 9. 9, 13. 13, 8 даже есть. Хорошо. А какие самые хорошие? Это 25. 28. Так, хорошо. Здесь, вот здесь, на руль. Все, супер, спасибо большое. А сколько стоят коврики такие? 20 минимум, 18. 18 минимум. Да, хорошая, не качество. Угу. Хорошо. И разных цветов они. Пенюарчики или платья, ну что-то типа такого. Есть лыжные очки. Закрыт, правда. Тоже раскладываются. Пока что от очки достаются. Детские рюмзаки и сумки. От сумочки, от скольки начинаются? Модели разные, цена разные. Самая минимальная, самая простая. Простая такая, это 2,500. А от 2,500 и выше? 2,500 и выше. А от 2,500? Потом чуть хорошие есть. И там такое-то, 3,000. 3,000. Здесь 2,800. 2,800. Еще наверху такое-то, 4,000. 4. Еще такое-то, 4,300. 4,500. Разные. Хорошо. 4,500. Это материал-то, 3,500. 3,500. Да. Супер, спасибо большое. Вот магазин, в данном случае. Первый этаж магазина, 1026. Телефон есть, опять же, WeChat. Так, здесь у нас какие-то чулки, колготки. Ну, в общем, женский отдел. 10-24. Ну, или 1024. Ну, и детские тоже колготки. Хотел вам надел игрушу показать. Дроны есть разные, пианино, да, все, что хочешь. Синтезаторы, опять квадрокоптеры. То есть, много разных игрушек здесь. Ну, он сейчас закрыт. 1034. Ну, видно, что товар есть. Так что, скорее всего, скоро отводится. Буквально на днях, наверное, будет уже работать. Но, конечно, здесь много должно быть. Во втором джинке. Бутик 1097. Бижутерия. Разные подделочки. Браслеты. А, нельзя? Снимать тут запретили. Но, в принципе, знаете, что есть. Ну, не знаю, смысл запрещать это снимать. Возможно, есть какие-то подделки. Типа, ну, не оригинал, но под оригинал сделанный. Соответственно, боятся, что если куда-то попадет и это увидят, то, может быть, клонит штраф. Так как авторских прав нет. Также еще один отдел. С детскими игрушками. Бутик 1130. Вот так коврики разные. Личи. Сейчас давайте постоянно пробежимся, может, посмотрим что-нибудь. 13 тысяч. Вот такие здоровые медведи. 13 тысяч. Разные детские наборы для кухни. И не только. А вот такие. Человеку сейчас кушать, наверное, буду мешать. Кушает. Динозавры, ящерицы, детские наборы. Кстати, вот, цена здесь, кажется, есть, да? 17, что ли? Нет, надо спрашивать. Зонтики, мещи, разные игрушки. А мишки-то эти почем? Вот такой. 3 тысячи ставить. А повыше вот эти, которые? 6 тысяч. Есть собачки электронные. А квадрокоптер вот такой большой. Х6. Такой 16 сфильдров он стоит. Офигеть, он здоровый. Просто посмотрите. Даже не знаю, каким управлять. А вот маленький. А подскажите, пожалуйста, еще маленький. Сколько стоит вот этот белый? 12. 12. Так, и не вижу. А, камера есть, камера есть. Не вижу, где здесь камера. Даже для беременных продаются. Поднимемся на второй этаж. Здесь, в принципе, все понятно. Все то же самое. Все остались на своих местах. И можете также те же обзоры смотреть. Не ошибетесь. В поисках определенного товара и бутика. На втором этаже очень много бутиков с одеждой. В основном, в принципе, и второй этаж посвящен одежде. Спортивки, куртки. Раз цены в юане почти не изменились, то здесь выгоднее брать. Мы здесь три куртки, что ли, мне купили за раз. Идеально несколько. 4500, 2800, всякие. Ух, уже язык заплетается даже сказать, что это. За тысячу деньги, какие-то ночнушки, что-то продается. Детская обувь. Для девочек, вон, джинсовые. А кроссовки такие по чем? Это сумму? 3000. 3000, да? Угу. А сандалии? Не, я пока узнаю все. Саналии цены не одинаковые. Это 3500. 3500. А, килевые-то? Угу. Да, хорошие, кстати. Ну вот. Вы уже приблизительно знаете, сколько стоит обувь для детей. Это у нас бутик 2089. Все для детей. Спасибо. Если честно, я отвык от такого контента. Ходить так снимать, рассказывать, показывать. Причем еще те цены, которые называют, это каждую цену нужно перевести в рубли, в доллары, в тенге. Написать. Ох, сколько работы предстоит. Надеюсь, вы уже поставили лайк, написали комментарий и подписались, если еще этого не сделали. Спортивные костюмы. Здравствуйте. Я ожидал, что будет намного меньше открытых бутиков и намного меньше продавцов вообще находиться здесь. Но очень сильно ошибался. И вижу, что и люди есть, и продавцы, и товар. Здравствуйте. Сколько стоят? Так это 7500. 7500. А вот эти тоже, да? Одинаковые. А, одинаковые, 7500. Все за 7500. Выбор женского качества, хорошее. Конечно. Толстые, такие более и более легкие есть, черные просто, но любой вкус. Все, спасибо большое. Бутик 2132. Пока визиток нет, но знаете, такие цены и выбор джинсов большой, причем современные джинсы. Разные, но вот, допустим, вот такая, сколько? 8. 8. А самые дешевые кожаные, допустим, какая самая дешевая? 8. А, как раз 8, да? Все, вот от этой цены начинается. И вон, смотрите, выбор. Ну вот, визитка, номер бутика и номер телефона Вичат. Рядом бутик есть с рубашками, чисто мужская кофта. А сколько такие кофты стоят? 5 бисфот. Материал очень хороший, прям мягкий-мягкий. Ну, классно. Так. Что-то типа рубашек в футболке. А костюмы от скольки начинаются? Примерно от скольки? Ну, допустим, ну, вот этот. 7 бисфот. 7? 7 бисфот. А, 7 бисфот. Угу. А вот такой? Одинаково. А, одинаково? 7 бисфот они идут. Угу. Хорошо. Ну вот, в Харгосе есть костюмы. Вот такие костюмы уже подороже. Ну и вид, конечно, вон какой, смотрите, интересно выглядит Блисяц. Стоит 20 тысяч. Вот визитка. Второй этаж. 2056 номер бутика. Ну, здесь тоже очень много разных джинс. Какие мужская, так и женская одежда, судя по всему. Здравствуйте. А джинсы от скольки начинаются? А, посмотрите. От скольки? Да, от скольки минимальные. От 2 тысячи до 3 тысячи. 2 тысячи. 2 тысячи до 3 тысячи. От 2? А женские? А, женские нет. А, женские нет. Здесь мужские. Фасоны совершенно разные. Просто глаза разбегаются. Если честно, мне здесь намного больше нравится, чем у нас в Алмате. Я смотрел на зеленом базаре, ходил в этом здании. Там, в принципе, ничего такие есть. Но цены, конечно, по сравнению с тем, что здесь и какие здесь модели, мне здесь, кстати, больше нравится. Однозначно. Также кофты. Бутик 2030. Ну что ж, в принципе, по этому этажу, думаю, все понятно. Во втором, потому что здесь одежда, джинсы, ну и многое разное такое есть. Куртки и огромные распродажи. Третий этаж, это постельное белье. Если честно, мы здесь особо никогда не закупались. Обычно мы их смотрели в золотом порте. Ребята уже что-то купили. Смотрели в золотом порте. Обычно постельное белье все там брали. Здесь вроде бы чуть-чуть дороже его было. Но сейчас не знаю. Здесь и есть также коврики. Но те, кто хочет, может подняться, посмотреть. Я, в принципе, коротко вам покажу. Но думаю, здесь цены будут повыше. На третьем этаже, в принципе, все то же самое, что и в золотом порте выглядит, мне кажется. По ценам не спрашивал. Но думаю, это везде нужно торговаться. И в прошлый раз нам казалось, что тут чуть-чуть дороже. Сейчас я не знаю, насколько это дороже, не дороже. Но смотрю, закупаются по полной. Везде эти насосы, воздух прокачиваются. Так что... Кому интересно, то вперед можете сюда ехать. Со всех сторон. Просто со всех сторон упаковываются. Как видите, бутики открыты. Если дальше пройти, там тоже некоторые открыты. У меня осталось не так много времени, чтобы добраться до Джункер-2. Делать там обзор, пробежаться везде. И успеть перепустить. С утра вообще ничего не ели. В 4 утра выехали. И нужно будет уже выезжать. Думаю, этого обзора с головой вам хватит, чтобы понять, что здесь происходит. Какие цены. Что открыто, что закрыто. И то, что... Да, кто-то закрывается. То, что... Ну, приходится сейчас закрыться. Невыгодно здесь находиться уже столько времени без клиентов. Кто-то, наоборот, видит перспективу и завозит сюда товар. А у кого-то просто нет выбора. Те, кто далеко живут. И им нужно здесь ждать, когда люди сюда приедут. И продавать все. Дальше проработать. Некоторые возвращаются с обеда. Бутики открываются. Ремакс здесь камеры. Раньше, по крайней мере, были. А сейчас непонятно, собирают или разбирают все. Получается, что нам просто закрыли и все, да? Товар остался, да? Да, да. Тоже все распаковываются. Через неделю товар придется. Открытие полноценное. Здесь, как видите, кто-то закрывается. Народ просто, просто пакетами вытаскивает весь товар, который стоит копейки. Пока что все оптом, по оптовым ценам разбираются. Но это скоро все изменится, когда уже много людей поедут. И цены, конечно же, поднимутся. Но пока пользуйтесь этим моментом. Те, кто посмотрел выпуск, вперед. Ну что же, добро пожаловать в Джунке 2. И тут у нас сразу бутик 2028. Продают очки. Совершенно разные модели. Здравствуйте. Подскажите, от скольки начинается цена на очки? Цена разная. Разная. Сама мини тысячи детских, тысячи пятьсот. Тысячи. В общем, начинаются тысячи детских. А вот такие тогда приблизительно, сколько? Вот это, давай, пятьсот. Пятьсот, да? Да, да, да. А, даже пятьсот. Меня сама хозяин. Вот это три. Три тысячи. Да, да, да. Опыты много, надо еще чуть-чуть торговать. Можно. Хорошо, спасибо. Посмотрите, просто огромный выбор. И можно подобрать любые, какие хотите. Какие вам нравятся. Кроме этой стороны, еще вон туда посмотрите. Для тех, кто ищет себе или на продажу. Вот это только тысячи. Мало бы там тысячи, без вот. Полторы тысячи, да? Да, да, да. Угу. И еще вон там ряды. Там мужские. Мужские. Да, хотя мужские. А вы сейчас недавно только открываетесь, да? Да. Еще распаковываете все, да? Да, я даже не ховат, это выдела. Лоботы, лоботы. Хорошо. Так, и вот мужские такие очки. Четыре пятьсот, да? Да, да, да. Фильм отбаваешься, фильм отбаваешься. Все. Если честно, я очень рад, что многие понимают. Харбосе нужны блогеры. Нужна реклама. И теперь не боятся камеры. Все спокойно приглашают, говорят, подарочки делают. Когда узнают, что это снимаешь, чтобы о них узнали. Пытаюсь им помочь. Приятно. Но больше всего приятно, что узнаются. Детская одежда. Стоит пятьсот. Вот, я думаю, вы заметили, что я переключился на другую камеру. И здесь не такой широкий угол. Но качество получше будет. Эта камера со всем вместе весит полтора килограмма. Снимем больше. Вот, все детская одежда. Здравствуйте. Разные. Даже, хотел сказать, в пижамке, но это даже костюмчики. А почему такие? Две тысячи стоят. А вот детский набор, вот, вот, тоже две тысячи. Четыре штуки. Четыре штуки. Так. А там есть семь штук. Три пятьсот. Сколько? Три пятьсот? Угу. Шапочка, ругавички, все полностью, да? Семь. Семь. Семь здесь. А, с семь штук. Семь штук. Угу. Хорошо. Так. Спасибо большое. Визитка есть? Нет. Нет. Это номер засниму. Номер бутика, как можете видеть, две тысячи пятьдесят один. Если не ошибаюсь, года четыре назад мы именно здесь брали сумки, рюкзаки. Вы попали в хадар, не против? А, да, здесь в этом в отделе были. Рюкзак, кажется, покупали. И жене сумки, и себе рюкзак брал. Посмотрим кто? Сейчас уже не помню. Четыре года назад было. Ну, в общем, все на месте. Бутики на месте, сумки есть, продавцы есть. Женское белье. Здесь, если честно, когда поспокойнее много закрытых. По сравнению с первым. Большая скидка, то есть они просто все распродавали и уезжали. Тут даже уже все, тоже закрыто. Молодец. Всего. Хорошо. Так, тоже женское белье и мужское есть. Местами. Давайте, наверное, дебелье, всякое такое уже буду пропускать. Так как его, в принципе, везде много. И, ну, пробежите сами цены, поспрашивайте. Думаю, это будет нормально, чем постоянно одно и то же видеть. Разные носочки продают по 300 тенге, по 500. Колготки даже по 150. Это будет второй этаж. Сейчас спускаемся на первый этаж, посмотрим, что у нас на первом даже цокольный этаж. Так, ну, у нас здесь продается обувь. Начиная от 2500. Даже от 1500, даже от 1500, да? От 1500, да? Вот такая обувь. Разные кроссовки. А вот и трекинговая обувь. Такая летняя. Неплохая. Подскажите, пожалуйста, а сколько стоит трекинговая обувь вот эта? Трекинговые кроссовки. 4500, да? Здесь еще можно договориться, какой-то сумма тебе нравится, можно снижать ее. Да? Вот, курка. За сколько взяли? 12000 стоит, за 4 договорился. За 4? Да. Нормально. Не против, что снимаю? Нет, ничего страшного. Бутик 1008. Единственный пока, где я нашел трекинговые кроссовки. Искал ботинки. Рядом тоже бутик и большой выбор кроссовок. Совершенно разных. На все возрастал, да? Интересные еще модели. Также, кроме кроссовок, тапочки, туфли есть. Босоножки разные. Как мужская, так и женская обувь. Можете стоять на паузу, кому-то что-то, если понравилось, то вот, в конце скажу номер бутика. Вы сможете зайти и уже взять. А визитка есть? Визитка? Да, визитка. Вот есть даже визитка. Вот визитка. Новый джунке. А это джунке 3, что ли, стал называться? Да, да, да. А раньше же было 2. Да, да, да. Теперь 3. Подвал, бутик, 1009. И в этом же бутике за тысячу тенге продаются все продаются. То, что видите тут. Обувь. Меня, конечно, цены просто удивляют. В Алматы такого не увидишь. Вообще уже такого не увидишь. Тут они везде, вот, ботинки. Сколько? 3 тысячи тенге. Кроссовки совершенно разные. Тоже вот. Заходи, смотри. Выбирай лучше. Спасибо. Так. Много женского бью. Там кроссовки. И детская более-менее такая есть. В столице за 2 тысячи продаются вот такие. Кроссовки. 2 тысячи стоят. Тысяча. Женская продается в область. А тут вот сейчас собаки за 3 тысячи. Ну, с первым этажом особо, я думаю, тут все понятно. На втором этаже мы уже побывали. Перемещаемся на третий. Надо пообедать срочно. Прям вообще походу надо. Маски разные, крема. По идее, на третьем этаже у нас должна быть разная одежда. Кажется, бутики закрыты. Ну, сейчас пойдем куда-нибудь открытый, посмотрим. Это не так просто сделать. Сейчас. Бутик 3 тысячи тринадцать. Не против? Скажите, а скольки такие жилетки? На текущий момент единственный третий бутик. К сожалению, на китайском я не разговариваю. И не получилось объясниться. Но по ценам, в принципе, я думаю, вы можете также посмотреть в прошлом выпуске. Что-то в этот этаж вообще закрыт. Пусто. Третий этаж. Джунгкэ 2. В данном случае, возможно, это уже 3 называется. Тишина. Просто все закрыто. Бутик 3 тысячи семьдесят семь. Здравствуйте. Можно? Можно. Так. Вот какие модели. Висят. Двадцать. А, сто пятьдесят. А, сто пятьдесят тысяч. Сто пятьдесят тысяч. Сто пятьдесят тысяч. Это светлый чуть-чуть. Возможно, пятнадцать или сто пятьдесят. Сто пятьдесят. Сто пятьдесят? Сто третий. А, сто тридцать. А, которое вот на вас сейчас? Это третий сестый. Хорошо. А визитка есть у вас? Визитка есть. Третий этаж. И здесь вот написано 3079. А, в общем, пока что не особо удается с русским языком тут объясниться. Сами поняли, что цену называют космическую для данной вещи. Ну, думаю, сама пока что не понимается. Так что, по ходу за шубами, меховыми изделиями нужно в Кинг-Конг отправляться, идти. Поднимаемся на следующий этаж. Это вроде уже четвертый, да, этаж? Здесь у нас шторы. Тут мы не смотрели, а в основном в золотом порте смотрели, сразу говорю. Здесь тоже можете пробежать, посмотреть. Также и пастельное белье, и шторы. Бутики открыты. Все работает, функционируется. Ну, я поднимаюсь на свой любимый этаж. Пятый. И, боже, еда. Тут вроде раньше еда была. На этом этаже вижу. Выдается одежда. Фух. А вон и столовая. Мы поднялись выше, чуть-чуть дальше туда пройти. Можно что-нибудь перекусить. Небольшие изменения все-таки есть. Много бутиков. Среди здесь отперст. Раньше тут пусто все было. Иду чисто на запах. Сумки продавались. До сих пор продаются. Музыки. В принципе, они все однообразные. То есть, типа, один и тот же. У всех. Думаю, здесь чуть дороже. А, я не по той лестнице поднялся. Тот, по которой обычно поднимался. И очень много людей. Ладно, камеру попал в грушечек. Никого не спрещать. В дружинке 2. Четвертый этаж. Оптовое постельное белье. Полотенце и так далее. А на третьем. Тут шубы есть. Где она, как раз, здесь все примерила. Смотрела. Искала. Вот открытый бутик 2056-й. Губок, конечно, здесь как всегда большой. Да и сам бутик немаленький. Разные куртки висят. Есть. Шубы. Эти модельки, или похожие модельки, были еще 3-4 года назад встать. Тоже красный мех, так же. Подскажите, сколько вот такие куртки стоят? А, вот это, например, 25. 25, да? Да. Парки. Вот такие. Сколько стоят? Это сейчас 85. 85. Да. А раньше, кажется, они 75 были. Это 3-4 года назад такие. Да, я знаю, что курс изменился. А так? Как его? Если что туристы откроются, а туристы сюда, то большая скидка. Начинается с торговли сейчас. Можно скидку. Ну да, хорошо. А так, в принципе, я смотрю многие модельки, которые раньше тоже были. Да, потом новые еще были. Потому что то, что только что акройс, у меня товар в боди. А цены в юанях также остались? Только разница в курсе, да? Да. А цены также остались? Да, по юану. Но курс другой. Курс просто изменился. Да. А вот жилетка, допустим, сейчас сколько такая? Сейчас вот это 25. 25. Да. Просто я помню, что мы их снимали уже, и цены вы озвучивали уже, тоже рассказывали. Да, тоже торговаться. Торговля вообще? Ну да, торговаться, да, конечно. По шубам, ну, самые популярные, допустим, которые брали и сейчас берут. Можете показать и цены рассказать? Ага, ну, это тоже мощно, а мы, проекламы. А нас сейчас сколько? А, сейчас 350. 350. Да, имбратный мир. Хорошая ледочка, видишь, самосоплеменный. А нас, цена? Цена вот это будет 580. 580. Ну, начнется цена. Потом торговаться будет. Ну да, это конечно. Вообще клиент любит торговаться. Только торговаться. Да. Здравствуйте. А вот такие? Сколько? 500. 545. Да, 45. Сейчас 45. 45. 65. Угу. Сейчас 45. А кожаные куртки вон там? 18. 18. А вот это левее с... Какая куртка? Дубленка, да? Дубленка 35. 35. 35. Например, по свете. Да. Ребят, ну вы помните все вот этот бутик. Много раз мы сюда заходили, снимали. И вот сейчас вам рассказали про цены. Посмотрели, какие модельки есть. И один из немногих бутиков, который работает полноценно. И есть большой выбор. Причем здесь бутик. И выезд там дальше. Заходите. Покупаете. Торгуетесь. Это большой. Тур, еще там, еще есть. 3056. Большой выбор у нас. Тур, дубленки, овчина, еще кашмировый полидор. Видишь, вообще софлеменные. Ну, интересная модель. А полидор это сколько? А полидор вот это будет 85. 85. Да. А это вообще натуральный мех, видишь? Как соль был. У нас модель модный, эксклюзив. Классно. У вас получается своя фабрика тоже? У нас своя фабрика. У нас фабрика большой бегиник. Там русский, Казахстан, Казахстан, Кырикстан, Узбекистан. Тоже со мной много товара заказов. Хорошо. А вот такая сколько стоит, интересно, выглядеть? А вот эта натуральная, как турица, дубленка, видишь? Овчина легкая, мягкая такая. Вот эта 85. У меня очень хорошо натуральная овчина. Не вкусная. А у нас еще вот эта альбак, полидор, ну, 15 тысяч. Ну, сейчас у нас товары разные. Дешевле есть, дорогой есть. Овчина полидор тоже есть. А пальто сколько можно стоит? Да, пальто 25, да, 25, 35, 15 тысяч. Все есть, у нас цена разная. А курка такая? Вот эта 18 тысяч. 18. Да, когда свадьбу, много покупаю. На свадьбу подарок очень хорошо. Вот эта тоже 18 тысяч. Видишь, это спалочка. Ну, в ней вообще не замерзнешь. Снимать можно, да. Теплое. Теплое, очень теплое. Она самая интересная, но снимать можно весна-осень. И весна-осень. Весна-осень, зимой. Трясет зоя получается. Хорошо, супер. Так интересно. А это верблюжие куртки. Верблюжие? Да. Они почем? А это 55. Внутри хорошие. Смотри. Верблюжие. Да, да. Ну вот, кто соскучился по шубам, курткам, пальто. Добро пожаловать. Все. Все для вас. Разных цветов. Желтых, розовых, черных и так далее. Приблизительные цены вы купили на куртки, шубы, пальто. И также вам уже сказали, что торгуйтесь. Пришли сюда. Здесь все любят торговаться. Торгуйтесь, сбрасывайте. Торгуйтесь, сбрасывайте. Такая. Хорошо. А вот эта куртка? Сейчас. Это 25. 25? Отлично выглядит. Спасибо. Это нулевой этаж Кинг Конга. И тут все открыто, насколько возможно открыто. Большой выбор шуб по ценам, как всегда. То, что вы слышали ранее, то, что слышите в этом выпуске. И не забывайте торговаться. Всегда можно скинуть на 10, 20, а то и на 40% даже. Помните, снимал бутики в рамьях? Тоже уже открыть, все нормально, функционирует. Пару моделей сейчас вам показал. Ну, общий заснял. И сейчас дальше еще пройдемся, посмотрим, какие бутики здесь открыты, что здесь еще продается. В данном случае тут у нас перчатки есть. Дальше там по коридору пока закрыто. Я поднимаюсь выше этажом и посмотрим, что есть там. Шуба Алеша в клубе. Сейчас нахожусь в самом большом магазине. Шубами, куртками, пальто. Все, что вы видите, все, что вас окружает. Просто вот оборачивайтесь. Огромный-огромный выбор. То есть только курс изменился, а цены как были, так и есть, да? Да, да, да. И можно, конечно же, торговаться. Ну, конечно, конечно. Хорошо уступить. Сейчас скидки идут еще. Подробно по данному бутику есть видео. Опять же, можете в описании посмотреть, или ссылочка вышла сверху. И рассматривали как и мужские, так и женские шубы, куртки. Я тут меряю, дип меряю. Все это есть, плюс есть новинки. У меня осталось, наверное, минут 10. Я так пробегаю уже. Просто вот смотрите, все цвета, какие нужны. Здесь, кстати, телеграм есть. Ватсап не факт, что заработает, а вот телеграм точно есть. И вон скайп. Передвигаюсь, как фильмы кушатся. Совершенно один неизвестный здание. Это Кинг-Конг на текущий момент. Но не все так плохо, как сейчас мне здесь кажется. На втором этаже вдоль коридора уйдешь. Полностью тишина, никого нету. Все закрыто. И все бутики. Они пустые. Кто-то еще бросил товар и оставил так, как есть. Накрыл все. Кто-то вот так оставил. Просто шубы валяются, как тряпки. Видите? Шубы валяются, как тряпки. Курки-шубы. В общем, на втором этаже пусто. В принципе, когда дальше по коридору идете. И можно подняться здесь на третий этаж. Сейчас таки поступим. Там свет горит. Надеюсь, этот свет в конце этой лестницы. Означает что-то хорошее и положительное. И попадаем туда, где есть вещи. Здесь продают вещи. Удастся кино. Бутик 3035. Разные футболочки. Тут еще очень много товара, который должен быть распакован только. Наверное, заехали. Сейчас восстанавливают работу свою. Спасибо. Так что, наверное, дней 5-7, максимум 10. И уже все будет полноценно функционировать. Здесь явно спортивные костюмы продавались. Ну, продаются, но сейчас закрыто. Тряпочка висит. Походу, только все протирают. Здравствуйте. Тут платье и курточки продаются. Шорты 600 тенге. Просто вот шорты 600 тенге стоят. Куртки продаются. А минимальная цена от скольки начинается? Самый маленький. От 11 курта. От 11, да? Да. И выше. Класс. Хорошо. Спасибо. Бутик явно давно закрытся. Просто там все в пыли покрыло. Смотрите. Все в пыли. Уже явно давно туда никто не заходил. Одежда, кстати, тоже вся в пыли. Капец просто. 3060-й бутик. Платье продают. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, по 500 тенге футболочки детские. Камера. Для казахстанского ютуба снимают, для Казахстана. Наборчик такой получается. Шорты и футболочка. 1000 тенге стоят. А джинсы почем? 1000 тенге тоже? Какая куза? Какая куза, 1000 тенге. Какая куза? По-моему, это 1000 тенге. 1000 тенге? 1000 тенге. Да, 1000 тенге. Мы пока друг друга не понимаем, но весело. Вот здесь кофточки. Спросил визитку, меня не поняли. Так. И стоит 1000 тенге. Вот смотрите, просто вот. Листаешь, смотришь что-нибудь там, а если понравилось, можешь выбрать. Курточки. Какая мягкая, прикольная. Сколько стоит? Сколько стоит? Если честно, я бы Лекси такую взял какую-нибудь. Она прикольно смотрит за кармашки. И такая мягкая, просто невероятно, как игрушка. Как Тедик. Стоится 2500. А, 500 даст. Да, 2500. Обалдеть, вот просто. Я обязательно сюда поеду с ночевкой и куплю это все. То, что сегодня видел. Куртки. Футболки. 2000 ветровки. Костюмы даже целые. 2000 костюмов стоит детские. Вот еще качество, причем очень хорошее и мягкое. Стоит 1000 тенге. Вот джинсы разные. Надо с Лекса сюда ехать и с Дианой. Жилетки. Так что здесь не только про мех сегодня, а еще меховые жилетки для маленьких. 500 тенге. Мягкие-мягкие, миленькие такие. Прикольно. Также и на взрослых пальто продается. Куртки. Все, что видите. В принципе, цены вы приблизительно уже все понимаете. Просто сюда прийти. И бутик 3061. Хотя здесь сверху написано 3040. Но вот 3061. Такая вывеска. Третий этаж. Александр сказал, что здесь еще постельное белье есть. И еще какие-то разные товары. Но кажется, я как-то мимо их прошел, что ли. Просто здесь огромное здание такое. И как видите сами. Пустота, пустота. Потом хоп, какой-то бутик появляется. Потом опять пустота. Смотрите, как думаете, свадебные платья работают, нет? Когда-то о них снимали видео. А тут еще вверх вон. Сколько этажей. Куда они ведут? Времени на все просто не хватает. Все, охота успеть заснять и вам рассказать, показать свадебные платья. Какие-то платья закрыты. Тоже что-то. Вот. Один из бутиков свадебных платьев открыт. Помните, обзор делали? Отдельное видео на него есть. В описании под видео я все ссылочки, о которых говорил сегодня, видео, оставлю. Да, в принципе, даже плейлист, который вы можете посмотреть. Здравствуйте. Вот один из бутиков открыт по платьям. По нему полностью весь обзор мы делали. Точно. А вот так выглядит с другой стороны харгос. Вон там автобус идет, люди гуляют. Зелень, фонари. И все ухоженно, красиво обустраивается. Небольшой, приятный город. Восстанавливают, применитируют, подготавливают. Так что 10-12 дней и должно, думаю, все работать. И еще один бузик открыт, 3022. Можно. Спасибо. Здравствуйте. Наемная. О, а почему такие курточки? Это 35. 35. Такие мягкие, классные, а? Кожник, это мех. Растягивается. А такие? Это 25. 25. Пальто. Так, еще много разных коржевых курточек, кстати, красного цвета. Даже необычные есть. Просто посмотрите, все висит и ждет только покупателя своего. Вот такая вот эта. А такая почем? А такая 30. 30. А розовая? 45. 45. Красные. Мужские тоже есть. А по чем вот эта мужская? А, мужская. А, 30. 30. Угу. Разный фасон тоже. Прикольные, мягкие такие. О, классно смотрится. И здесь красный такой замочек, необычно. А цена какая? 90. 90. Ну, в нем очень жарко, думаю, будет зимой смело ходить. Ого. Сколько? 55. 55? 55. Да. Хорошо. А это сколько жилетка? А, это не жилетка, это же курка. Это жилетка. А, куртка и жилетка, что ли? Замок есть. Замок отцепляется, да? Сколько стоит трансформер такой? 10, посмотри. 80. 80, да? 60. Да, в том, в том, в том, в том. А вот она говорит. Я сам уже и на казахском языке забыл. Раньше спокойно все воспринимал, сейчас уже забыл. Скидка есть. Скидка есть, да? Тоже. Там джинсовые куртки раньше продавались, помню. Но сейчас, вдруг, закрыто все. Бутики работают. Еще больше будут работать. К моменту, когда вы уже это посмотрите в видео. Потому что у меня пойдет, наверное, монтаж. Постараюсь за двое суток это сделать, чтобы вы просто успели сюда поехать и купить все по лучшим ценам. Потому что, ну, реально все по доступным ценам продается. Даже шубы, куртки. И просто будете торговаться, получите хорошую скидку. Так я не увидел здесь постельного белья. Походу, где-то этажами ошибся. Но оно там где-то есть. Ну, а сейчас нам нужно в путь. Как бы ни казалось, что мало людей. Смотрите, сколько товара все равно грузят. И многие сейчас уезжают на автобусах. Садятся тоже с багажом нормальным таким. С правой стороны от меня граница, через которую мы проходили. А мне нужно успеть на зеленый пройти. О, вот такая машинка. Она ввозит в Ио как раз. Торговый центр Ио находится далеко. О нем тоже делал обзор. Там очень много рюкзаков. Самые дешевые были там сумки. Реально, самые-самые дешевые. Но сейчас мы до них просто не доберемся. Так как нужно ехать прилично. Прикольно, конечно, на таких машинках. Потому что можно проехаться. И вроде бы я немало ходил сейчас по Кинг-Конгу. Но смотрю, люди еще здесь сидят и не убывают как-то на народу. Я думаю, это видео заслужило. Лайк, комментарий и подписку. Старался для вас. Максимально выложился. Честно, сейчас я встал и с радостью просто присел. Посидел, вижу, Сергей, Александр идут. Тоже завершили, наверное, свои дела. Потому что очень много бегали с гостиницы, договаривались, чтобы вы когда сюда приехали, было комфортно расположиться. Чтобы вы не парились о каких-то мелочах. Занимались только покупкой того, что вам нравится. А все остальное они уже подготавливаются. Честно, чувствую себя как дома. Это, не знаю, 27-й получается выпуск или 28-й даже. Все прошлые плейлисты, они до сих пор актуальны. Да, некоторые бутики закрыты. Но они сейчас начнут открываться. Цены, ну цены приблизительно. Все. Просто берите, езжайте и наслаждайтесь. Процесс, в принципе, такой же. Так же и уезжаем. Здесь миг и проходите. Автобус подъезжает. Один отъехал, сразу же другой подъехал. Садитесь. Ручная кладь 5 килограмм. Все это контролируется. Здесь есть весы. Проверяется. Много так что не берите. Оп, автобус чуть не врезался. Сейчас бы остался без бокового. Для кольца. Вот такой харгос мне нравится. Зашли спокойно. Не спеша прошли. Никакой очереди. И вышли точно так же. Заняло все, наверное, минут 10-15 максимум от силы. От самого харгоса, как в автобусе сели. И уже до казахстанской границы. То есть до самой казахстанской земли. Впервые жалею, что так мало времени. И цель была, конечно же, с вами поделиться информацией. Заснять. Ничего такого не покупал. Столько возможностей. Но постараемся их не упустить. Еще раз визите. А сейчас ответ на вопросы, которые возникли наверняка при просмотре данного выпуска. Ответит Александр. Гид Brothers Tour. Он раз узнавал это все, пока я бегал, снимал. И первый, конечно же, вопрос. Сколько человек может вывезти с харгоса? И на какую сумму? Раз в месяц, насколько я понимаю. Да, это, наверное, один из главных вопросов. Значит, так. На человека положено раз в 30 дней, раз в месяц. До 31 килограмма товара для личного пользования. Не коммерческого назначения. И сумма эквивалента должна быть не выше, чем 1000 евро. То есть она в тенге, но эквивалент должен быть не выше 1000 евро. Все остальное подлежит таможенной очистке 4 евро за килограмм. Но правильно будет сказать 30% от таможенной стоимости, но не менее, чем 4 евро за килограмм. То есть если вы берете шубу, она весит 3 килограмма, то вы будете растамаживать по 30% от таможенной стоимости. И если это, допустим, 10 пачек носков, то вы будете растамаживать их по минимальной ставке 4 евро за килограмм. С какими документами можно пройти границу для резидентов Казахстана и, соответственно, нерезидентов, допустим, россиянам или другой страны? Значит, резидентам Казахстана достаточно при себе иметь оригинал удостоверения личности или оригинал загранпаспорта. Но в обязательном случае, перед тем, как выехать, проверьтесь на ограничение выезда за пределы Казахстана. Потому что бывают случаи, когда где-то налоги не заплатил или забыл, где-то квартплату или кредит, вам могут поставить ограничение на выезд. Конечно же, вас, скорее всего, должны уведомить, но бывают моменты, когда уведомление не доходит. И человек приезжает, у него ограничение, то есть он приехал, и по факту мы здесь не можем такой вопрос решить, это достаточно долго. Нерезидентам Казахстана, то есть гражданам, допустим, Российской Федерации, Киргизии, Узбекистана, при себе необходимо иметь загранпаспорт, оригинал загранпаспорта. И все, добро пожаловать на Харгос. Как вы наверняка уже знаете, особенно те, кто давно на них подписан и смотрит выпуски про Харгос, Александр – это один из организаторов «Бразерстук». Самые лучшие туры, самые позитивные туры, и всегда все проходит с комфортно. Даже сегодня в поездке, пока я ходил, снимал, Александр вместе с Сергеем ходили, все мелочи узнавали, чтобы вы максимально комфортно прошли этап приезда в Харгос, покупок и отъезда с Харгоса, и чтобы никаких проблем не возникало. Все остальное они берут на себя, чтобы там гостиницы заселились и так далее. А сейчас какие планируются туры на один день, на два, на три, как вообще? Мы, как и раньше, планируем туры на один, два и три дня, но разница в чем? Если турист хочет купить, допустим, шубу, сапожки и сумочку, и помимо этого пройтись не спеша, то есть, как не спеша, там получается время ограничено, пройтись по одному торговому дому и купить какие-то вещи, то это на один день. Если человек хочет поехать с удовольствием, то есть, приехать, осмотреться, выбрать товар, на следующий день пойти купить, поторговаться, да, с удовольствием, то это на два дня. У кого остается силы, мы потом ходим по Харгосу гуляем, там сейчас все заборы сняли, есть сады, есть озеро с рыбками, есть садами. То есть, территория очень большая, и также есть туры на три дня, это в основном пользуются туристы, которые очень издалека, и они хотят прям плотно-плотно посмотреть каждый торговый дом, где-то договориться, наверное, с продавцами о поставке со внутреннего Китая, непосредственно через растаможку в свою страну или, ну, в свой регион, да, в свой регион, то тогда стараются ехать на три дня с ночевкой. Вообще, сколько можно находиться в Харгосе дней? На территории МЦПС Харгоса без визовом режиме можно находиться до 30 дней. Это, в принципе, безвизовый режимный объект, как правильно сказать. На территории МЦПС Харгоса можно находиться до 30 дней. Виза при этом не нужна, и по истечению 30 дней нужно выехать, и потом на следующий день можно заехать и снова находиться 30 дней. Все, отлично, спасибо. Если у вас будут вопросы, то, конечно, вы знаете, кому обращаться, можете писать Александру, все ссылочки в описании, в WhatsApp найдете на странице Инстаграма или сайта, и знаете, конечно же, с кем ехать. Всем пока и до встречи в новых выпусках.